Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать, дорогие, в сегодняшней программе «Узнавая еврейского Иисуса». Мы продолжим говорить об исходе, о пасхальной трапезе. Мы поговорим о горьких травах, маце и хоросете. Эта программа была записана в 2017 году. Я знаю, вам понравится эта программа, и вы сможете применить это в своей жизни. Эта церемония рассказывает всю историю искупления. Здесь можно о многом говорить, но я приступлю сразу к десяти казням, постигшим Египет. Многие из вас знают эту историю. Бог послал Моисея к фараону, и тот требовал от фараона отпустить народ Израиля, чтобы они поклонились Господу, но фараон не покорился. Бог не просто хотел освободить их из рабства. Он говорил, отпусти мой народ, чтобы они поклонились мне в пустыне. Моисей провозглашал эти слова перед фараоном десять раз. Всякий раз, когда фараон ему отказывал, на Египет приходила казнь. Когда мы говорим о казнях, мы погружаем палец в вино или в сок, и делаем мы это символически десять раз по одному разу за каждую казнь. Прошу вас, услышьте меня сейчас. Десять казней, которые постигли Египет во время Исхода, три с половиной тысячи лет тому назад. Постигнут и весь мир, постигнут всю землю во время Великой Скорби. Ну а мы продолжаем. Реки превратились в кровь. Люди покрылись ранами. Шел сильный град. Жабы. Смерть. Темнота. Саранча. Мошки. Песи и мухи. Мор скота. И последняя казнь. Смерть первенцев. И теперь, возлюбленные, мы берем вторую чашу с вином. Чашу казней. Я снова омою руки. Это традиция пасхального седра. Но у омовения есть еще один смысл. Тот, кто ведет седр, освящается сам, так же, как и все его участники, дабы им быть освященными пред Господом. Омовение рук нужно не только для здоровья. Мы церемониально очищаем себя посредством омовения водой. Смотрите. Я беру сосуд с водой и поливаю себе руки. Это готовит меня к тому, чтобы предстать пред Богом, омывает мои грехи, делает меня освященным перед Ним. Но вот что я скажу, чтобы вы это поняли. Когда Иисус омыл руки, скорее всего, как раз на этом моменте седра, произошло то, о чем мы читаем в Евангелии от Иоанна, 13 главе, 4 и 5 стихах. Он омыл свои руки, но не остановился на этом. Он подвязал Себя полотенцем и начал мыть ноги учеников. Библия говорит, что Иисус пришел, чтобы исполнить закон и пророков. Это означает, что Он наполнил их смыслом, в полноте использовал их по назначению. Он сказал, «За них Я освящаю Себя», чтобы и они были освящены. Мы продолжаем сегодняшнюю церемонию, и мы берем кусочек мацы. Благословен Господь Бог, Царь Вселенной, дающий хлеб от земли. «Взяв хлеб, Иисус произнес, «Сие есть тело Мое, за вас ломимое». Мы еще поговорим об этом, но сейчас мы вкушаем кусочек мацы. В Писании говорится о трех обязательных элементах, которые нужно вкусить во время пасхального седора. Агнца, пресный хлеб, который мы сейчас вкусили, и также горькие травы. Сейчас мы приступим к горьким травам. Как мы это будем делать? Я возьму кусочек мацы и окуну его в горькие травы. Вы помните, я говорил вам, что когда еврейский народ празднует пасхальный седр, они хотят, чтобы это было чем-то личным. Они хотят как бы стать на место израилетян три с половиной тысячи лет тому назад, которые были рабами египетского фараона. Поэтому, опуская мацу в горькие травы и вкушая их, они вспоминают, как ужасно было им в рабстве. Фараон был жестоким правителем. Он угнетал израилетян, взваливал непосильные бремена, их безжалостно избивали. Поэтому эти травы горькие, они напоминают о той горькой жизни. И мы словно становимся на их место. Присоединяйтесь, если вы также вкушаете пасхальный седр. Морор. Горькие травы. Также здесь есть хоросет. Это сладкая смесь из яблок. Хоросет — это символ строительного раствора, который использовали дети Израиля. Правда, похож на раствор, да? Эта смесь символизирует раствор, который они использовали для того, чтобы кирпичи, находясь в рабстве у фараона, они строили для него город. И вот возникает вопрос. Когда ты раб, и тебе приходится делать кирпичи, это жестокая участь. Почему же смесь, символизирующая раствор, по факту сладкая? А причина вот в чем. Теперь мы свободны. И то горькое время, и воспоминания о нем, скрашенные сладостью нашего освобождения. Сейчас мы будем вкушать хоросет. Мы будем делать это любопытным образом. Мы накладываем немного марор, хрена, на кусочек мацы, и потом окунаем ее в сладкий хоросет. Накрываем еще одной мацой, и потом уже едим. Это называется сэндвич Хилала. Это был известный святой, который жил в одно время с Иисусом. Евреи по всему миру до сих пор чтят его. В память о нем они назвали это сэндвичем Хилала. Возлюбленные, сейчас время празднования Пасхи. Когда Иисус сказал своим ученикам, «Это моя кровь, кровь Нового Завета, проливаемая за многих вопрощение грехов». Он имел в виду, что его жертва принесет окончательное прощение и свободу от угнетения. Давайте праздновать любовь Отца, которая открылась нам через праздник Пасхи. Он принес своего Сына как особую жертву. Поэтому давайте и мы принесем особую жертву в это время. В 16 главе Второзакония Бог сказал своему народу не приходить к нему с пустыми руками. Бог знает, что нам нужно пойти на жертвы. как и Он пожертвовал Своим Сыном ради нас. Ваш особый дар, ваша жертва как партнера нашего служения помогает нам делиться пасхальной историей о надежде и свете с этим погибающим миром. Вернемся к сегодняшней программе. Вы, должно быть, заметили, что у меня на тарелке лежит кость ягненка. Это хвостовая кость. Почему именно кость? Дело в том, что еврейский народ по всему миру во время пасхальной трапезы больше не ест ягненка. Помните, я рассказывал, что в 12 главе книги «Сход» Бог сказал, «Пусть едят пресный хлеб и горькие травы, и мы уже вкусили это». Но третий элемент, который Бог велел вкушать детям Израиля в те древние времена, был агненс. Израильтяне перестали вкушать агнса на Пасху по причине того, что римляне разрушили их храм в 70-м году нашей эры, тот самый храм, где проповедовал Иисус. Когда храм был разрушен, священники разбежались. Поскольку больше не было храма и священства, жертвы прекратились. Они не могли больше приносить в храм агнса в жертву на Пасху. В результате израильтяне начали применять хвостовую кость агнса как напоминание о том времени, когда в храме в жертву приносились агнсы. Обратите внимание, что также на тарелке лежит яйцо. Этот элемент был добавлен. Яйцо также символизирует жертвы, которые приносились в храме до его разрушения. Кто-то, возможно, задается вопросом, почему яйцо стало символом жертвы. Как часто мы грешим? Ответ каждый день. Как часто курица сносит яйцо? Ответ тоже каждый день. Многие христиане по всему миру, принимая причастие вечерю Господню, не осознают, что на самом деле они празднуют Пасху. Вечеря Господня и причастие произошли от пасхального ужина. Послушайте, и в Евангелии от Матфея, и в других Евангелиях сказано, что во время пасхального ужина Иисус взял Матцу и преломил ее. Он передал ее своим ученикам. Сделал он это со словами «Примите, едите воспоминания обо мне». Я покажу вам сейчас нечто удивительное. Мы возьмем Афикамен, салфетку, в которой лежит Матца. Это название означает «идущий за». Афикамен это салфетка, состоящая из трех частей. Я верю, что это символ Отца, Сына и Святого Духа. Мы берем среднюю Матцу, символ Сына. Послушайте, это древняя традиция. Она берет свое начало где-то во времена Иисуса. Существует несколько толкований, откуда пришла эта особенная традиция. Мы верим, что эта традиция была передана еврейскому миру первыми верующими в Иисуса. Они были частью еврейского сообщества в те времена. И это очень особенный ритуал. Три слоя салфетки символизируют Отца, Сына и Святого Духа. Они брали среднюю Матцу и преломляли ее, так же, как Иисус был забран из славы, пришел на эту землю и был ломим. Что происходит потом? Он был предан смерти, закутан в погребальные пелены и был погребен. По всему лицу земли, в иудейском мире, они завертывают среднюю Матцу в салфетку. У них могут быть совсем другие обоснования, почему они это делают. Мы верим, что те, кто пока не осознают, для чего это все делается, однажды познают его, и что это будет скоро. И мы достаем Матцу, так же как Иисус восстал из могилы, воскрес из мертвых. Иисус взял кусок Матцы во время пасхальной вечери. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея с 26 по 28 стих. Он взял Матцу и раздал своим ученикам. Он сказал, примите, едите, сие есть тело мое, ломимое за вас. И мы читаем, что Он взял также чашу с вином. Это третья чаша пасхальной вечери, чаша искупления. И Он сказал, сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемое восставление грехов. И потом Иисус сказал, всякий раз, когда вы делаете это, вы делаете это в Мое воспоминание. Это слова Иешуа, сие творите в Мое воспоминание. Я верю, что Он имел в виду, что каждый раз на Пасху, принимая пасхальный хлеб и вино, мы должны делать это в Его воспоминания. Отец, Бог, мы благодарим Тебя сегодня, и мы говорим. Мы говорим, Отец, мы благословляем вино. Иисус, спасибо, что Ты пришел на эту землю, отдал свою жизнь за нас, чтобы мы были искуплены и вернулись к нашему Отцу. Мы любим Тебя, Иисус. Те из вас, кто вкушают вечерю вместе со мной, давайте вкусим эту Мацу с осознанием того, что она является символом тела Иисуса, ломимого за нас. Мы принимаем Его внутрь Себя. Мы принимаем Тебя, Иисус. И сейчас, если вы готовы, принимайте ваш сок вместе со Мной. Отец, спасибо, что Ты послал Своего Сына. Иисус, спасибо, что пролил Свою кровь. Иисус, по Слову Твоему, мы принимаем Твою кровь и Твою плоть, чтобы нам иметь жизнь Твою внутри себя. Иисус, мы принимаем дар прощения, так же, как древние израэлитяне помазывали косяки дверей кровью агнца, мы окропляем нашу жизнь Твоей кровью сегодня. Спасибо за прощение грехов и избавление нас от Суда Божьего. У меня на столе есть еще одна чаша, и так же у стола стоит еще один стул. Никто не сидит рядом со мной за столом, но это древняя традиция. Она взята из книги Малахии. В книге Малахии Писание говорит, что прежде чем придет Мессия, придет Илья, чтобы возвестить о приходе Мессии. Поэтому еврейский народ по всему миру признает, что праздник Пасхи не только знаменует то, что произошло в прошлом, но и указывает на будущее избавление, которое принесет Мессия. Поэтому для Ильи в пасхальную вечерю отводится отдельный стул. Этим они приглашают Мессию, приглашают Илью. Они знают, что когда придет Илья, он возвестит о приходе Мессии. Мессия придет и навеки освободит Израиль. Поэтому мы отвели для Ильи отдельное место, приглашая его прийти. по традиции младший член семьи идет к входной двери, смотрит на улицу по сторонам и говорит, «Илья, приди, мы ждем тебя». Вы помните в Евангелиях они задавали вопросы Иисусу, «Если ты Мессия, то где тогда Илья? Ведь пророк сказал нам, что прежде чем придет Мессия, явится Илья и возвестит его приход». Любопытно, что сделал Иисус. Он указал на Иоанна Крестителя и сказал, что Иоанн и есть Илья. И поэтому, согласно традиции, мы выделили отдельный стул специально для Ильи. Еврейский народ традиционно все еще ожидает прихода Мессии, но возлюбленные. Те из нас, у кого уже снята пелена с глаз, видят, что Иешуа есть Мессия. Вы помните, что Иисус сказал им, «Если не поверить, что Я есть Он, так и умрете во грехах ваших». Павел говорил о евреях, что на их глазах сейчас пелена. Они не увидят, пока эта пелена не будет снята. Может быть, сейчас Бог обращается к вам, дорогой мой еврейский друг. Он желает снять ее с ваших глаз прямо сейчас. Те, у кого эта пелена уже снята, больше не ожидают первого пришествия Мессии. Мы ждем его возвращения. Мы говорим, «Гряди, Господь Иисус», как говорится в 22-й главе книги Откровения. Может, вы сейчас смотрите и желаете принять царя Иисуса в ваше сердце, кто-то впервые в жизни. На ваших экранах вы видите ссылку на раздел «Найти Иисуса» на нашем сайте. Если вы хотите молиться вместе со мной и принять Господа Иисуса, Мессию в свою жизнь, повторите за мной эту молитву и потом пройдите по ссылке. мы вышлем вам бесплатный материал. Отец Бог, спасибо, что ты открываешь нам свою любовь. Отец, спасибо за твою любовь, которая пребывает на нас прямо сейчас. Иисус, спасибо за все, что ты совершил для нас, что ты стал Агнцем, который отдал за нас, свою жизнь как пасхальный Агнец. Мы принимаем твой дар прощения и благодарим тебя за то, что ты пролил свою кровь, чтобы мы были защищены от суда, который Отец и зальет на тех, кто не раскается в своих грехах. Мы принимаем тебя сегодня. Мы едим твое тело и пьем твою кровь, принимая пресный хлеб и вино. Приди сейчас, Иисус, и служи нам. Послужи нам, Дух Святой. Отче, я молюсь о тех, кто полон страха. Дай им смелости. Господь, пройти в раздел найти Иисуса. Может, вы представитель иудаизма, и то, что вы услышали, для вас снова. пусть страх вас не удержит. Пусть страх перед неизведанным не остановит вас. Иисус любит вас. Если прямо сейчас вас касается Божья любовь и Его красота, и если вы еще не приняли Иисуса, то сейчас самое время это сделать. Пройдите по ссылке. Дайте мне знать, что вы приняли это решение. Я хочу передать вам материалы в подарок. Спасибо, что сегодня через телевидение вы принимали со мной пасхальный седр. Я с нетерпением жду нашей встречи на небесах. Пасха это очень радостное время, потому что мы празднуем свободу и освобождение. Евреи в это время приветствуют друг друга словами «Хак Самая», что значит «счастливых праздников». Когда мы читаем о том, как Пасху отмечали в библейские времена, то видим, что во второй книге Паралипоменон 35 главе люди приносили в храм огромные приношения. Так они благодарили Бога. Я хочу предложить вам принести Богу особое приношение как символ вашей любви к Нему и благодарность за все, что Он сделал для вас. В Древнем Израиле люди приносили деньги в храм. А я хочу обратиться к вам. Если это служение питает и благословляет вас, то принесите Богу особое пожертвование для служения, узнавая еврейского Иисуса. Спасибо вам и шалом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Мы хотели бы помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Наша молитвенная команда собирается каждый понедельник, чтобы молиться за все молитвенные просьбы. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение «Узнавай еврейского Иисуса», то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Мы также хотим поблагодарить вас за ваши молитвы и финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога. Субтитры Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарону «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица Своего. И будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое. И да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютубе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok